Часто приходится удалять игры, чтобы поставить новые? Или вся память телефона забита видосами с салютом на День Города? Всем здорова! На связи агент 3310. И сегодня я собрал для вас игры до 1 мегабайта. Надеюсь, у вас в смартфонах найдется чуть более 10 мегабайт свободной памяти, потому что все игры из этого видео достойны внимания. Топ-10 игр до 1 мегабайта. Погнали! Знания — это круто! У меня для вас супер-новость! 8 октября стартовал проект «Ледокол знаний». Это часть масштабного просветительского проекта «Homo Science Project» при поддержке Росатома. Теперь, благодаря вашим знаниям, вы можете попасть на атомный ледокол. Это нереально красиво. Проходим по ссылке в описании. Регистрируемся. Отвечаем на вопросы в формате викторины. Попадаем в топ-100 участников и получаем крутые подарки. 25 финалистов попадут в августе следующего года на Северный полюс. Экспедиция будет длиться 10 дней. В это время на борту ледокола будут проводиться различные мастер-классы от научно-популярных блогеров, лекции от крутых экспертов и молодых ученых. Короче, возможность нереальная. Все подробности на сайте по ссылке в описании. The Archer's 3 Birds Lauder — неплохая убивалка времени, в которой вы будете уничтожать птиц с помощью лука и стрел. Геймплей довольно простой. Перетаскиваете палец, чтобы прицелиться в птичку, которые летают по всему экрану. И все. Если попал, пернатый отправляется в свой последний полет. Полет на небеса, естественно. Игра маленькая, поэтому ждать от нее каких-то графических откровений глупо. Здесь даже модельки птиц одинаковые, только перекрашены в разные цвета. В общем, берите лук и спасайте наши куртки и памятники на улицах от белых пятен. Блин, чертов ютуб, где кнопка? Ты ее заслужил. Пытаюсь достучаться до ютуба и разобраться, потому что и на мой адрес в Беларусь она так и не доехала. Чувствую, что не дождусь я ее. Блиц, блиц, скорость без границ. Рад тебя видеть, родной. Здравствуй. Крошечная игра с крошечным городом внутри. Сити-блок – симулятор города в блочном пиксельном стиле. Здесь у вас будет возможность побыть пожарным, полицейским, врачом скорой помощи, таксистом и ароматным водителем мусоровоза. Выполняйте различные задания, а в перерывах можете погонять на мотоцикле, скейтборде, поиграть в футбол или вовсе покататься на овце. Игра приятна графически и для всего разнообразия функционала, и возможности она чертовски мало весит. Видимо, разработчики очень попотели над алгоритмами, чтобы сохранить минимальный вес всего установочного пакета. А мы не жалуемся. Следующая игра весит чуть больше одного мегабайта, но для своего веса она очень и очень крута. Micro Battles 2 – это сборник незатейливых соревновательных мини-игр в восьмибитном стиле. Для игры у вас есть всего одна кнопка, с помощью которой вы должны победить своего оппонента. А побеждать своего братишу вы сможете в таких соревнованиях, как космический бой, танковое сражение, лягушка, которая ловит насекомых, и битва двух пиратов. Вся игра происходит на одном телефоне, а если вам надоест играть в эти игры, то у разработчика есть и другие части с другими батл-играми. Агент, а ты хоть сам играешь в эти игры? Только для того, чтобы рассказать о них вам. Но некоторые затягивают так, шо мама, не горюй. Когда мне уже показалось, что я завязал, они затащили меня обратно. Castle Smasher – это обновленная версия оригинальной браузерной игры, которая была выпущена в 2007 году, и по сути запустила жанр катапультных игр, лидером в котором до сих пор наверняка является Angry Birds. Собственно, механика здесь такая же, как и в злых птицах. В вашем распоряжении ест катапульта, с помощью которой нужно разрушить вражеский замок и подбить всех находящихся там рыцарей. Вы регулируете угол и силу камня и стреляете по замку. Утешествуйте из замка в замок, пока не разрушите все. Спасайте заключенных и просто крушите все и вся. Эта версия расширенная, так что там еще вас ждут три игровых режима. Графика и физика на высоте. А больше от таких игр не надо. Очередная попытка свести наши олдскулы и вернуть ощущение игры на кнопочном телефоне. Gravity DeFi Legacy – еще один порт на смартфоны культовой Джава-игры. Игра весит всего 420 килобайт, но предлагает вам максимально реалистичную физику. Нам еще в школе от нее бошки срывало. Вам на мотоцикле нужно как можно быстрее добраться до финиша, преодолевая различные препятствия. Все уровни не похожи друг на друга, поэтому ваши заезды будут максимально разнообразными, а решать задачу и преодолевать трудности можно любым удобным для вас способом. Здесь вас ничто не ограничивает. Так что качаем и вспоминаем время, когда трава была зеленее, а дисплеи меньше. Ну раз вы продолжаете писать концовки фраз, тогда я буду придумывать к ним начало. Михаил Боярский называет своего внука Мой щенок! Когда-то эта игра была в топе худших, но на деле оказалась не такой уж и плохой. Эта игра займет на вашей мобилке ровным счетом ничего. Она так и называется «Ничего». Это сборник необычных текстовых головоломок. Перед вами будет только черный экран, клавиатура для ввода ответа и головоломка в тексте. Вам нужно просто вводить правильные ответы. Вроде ничего сложного, но чтобы пройти все 50 задач, нужно будет по максимуму заварить свой котелок. Вопросы здесь нестандартные, как и ответы. Научитесь искать скрытый смысл, отсылки и подтексты. Пройдите все 50 уровней игры «Ничего» и в конце вам достанется «Ничего». Ничего. Ничего. Я привык. Простенькая гоночная игра с видом сверху чем-то смахивает на гонки, которые были раньше на Тетрисах или Брикгеймах. Crash of Cars Racing with Blocks. В игре у вас есть два неоновых авто, которым нужно избегать квадратные блоки и собирать диски. Задача максимально проста, но достичь высоких результатов вам будет трудно, как киберспортмену в спорте. В игре есть мировая таблица лидеров и прочие рейтинги. Графика приятная, управление простое, а электронная расслабляющая музыка отлично дополняет атмосферу. Все ссылки на игры из топа, как всегда, в описании. На очереди третья часть из серии Stickman and Guns под заголовком зомби-шутер. Вы стикман, у которого есть куча оружия, и вам нужно отстреливаться от толп зомби. Это комбинация обычной стрелялки и РПГ в двухмерном нарисованном стиле. Выбирайте своего персонажа и вперед отстреливать зомби. С каждого убитого вам будут капать денюжки, за которые вы сможете купить новые скины для вашего стикмана, прокачивать его здоровье и разблокировать новое оружие. Игра кажется бесконечной, так что посмотрим, насколько далеко вы сможете зайти. Прежде чем вы начнете кричать, что агент вас обманул, скажу сразу, что эта игра не весит 1 мегабайт, она весит 9, но она того стоит. Танк Хироу – танковая аркада для мобилок с офигительно малым весом. В вашем распоряжении есть танк на квадратном поле, с помощью которого вы должны победить всех врагов. Уничтожайте их с помощью пушек, тепловизоров, гаубиц и так далее. В игре более 120 уровней, 3 среды, 5 видов танков, 5 видов оружия и несколько режимов игры. Практически полноценные танки и все это весом в 9 мегабайт. По-моему, круто. Где опять? Не опять, а снова. Да, вот так искрометно мы выпендривались в начальных классах. Раньше в эту игру какое-то время играл весь мир, пытаясь собрать заветное число 2048. Все новое – это хорошо забытое старое, так что встречайте – игра 2048. Все та же старая добрая собиралка чисел. Весит она 400 килобайт, так что как никакая другая из аналогов подходит для нашего топа, учитывая, что есть игры 2048 по 50 мегабайт. Все, что нужно – это суммировать одинаковые цифры в квадратном поле, чтобы получить 2048. А если вы не играли в эту игру, то наверняка вам 2-3 годика. В общем, качайте и ностальгируйте. Ах да, подсказка. Начинайте собирать все в один угол. Так проще. Если вам зайдет этот видос, то я сделаю подборку игр до 10 мегабайт. Поверьте, я нашел много, но очень достойных игрушек. Так что ставьте лайки, комментируйте, чтобы я видел, что вам это интересно. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь, если еще почему-то не подписаны. На связи был агент 3310. Всем ББ.